17 августа 2024 года доктор конрад вайн выступил на лагерном собрании северного мэна на этом мероприятии доктор вайн высказался о неправильном подходе адвентистской церкви к кризису ковид заявив что наше руководство должно извиниться перед членами церкви и предложил ему идти со своих постов бог представляет каждому выбор сатана пытается принуждать каждая попытка принуждать совесть это сатанинская и результаты будут сатанинскими затем у нас была декларация принципов на которую проголосовали наши церковные лидеры еще 1893 году если у вас есть декларация один из тех принципов который гласит что мы верим что это право и должно быть привилегий каждого человека поклоняться согласно велению его совести 21 или 23 августа 2023 года доктора ганун диаб некоторые вас знакомы с ним он был инструментом архитектором церкви заявлений в двадцать первом году отрицая возражение по поводу религиозной свободы со стороны части адвентистов против мандатов и так это был человек который составил заявление отрицающие свободу совести во время демии но вот что он скажет когда пандемия закончится человеческая совесть священна ее не должно нарушать никому святотатственно принуждать или оказывать давление на людей чтобы не дали что-то вопреки влиянием их совести и он продолжает говоря что ни один человек не должен думать что он является владельцем разума и способностей своих братьев он не должен думать что другие должны подчиняться его диктату он склонен ошибаться склонен совершать ошибки как и каждый человек он не должен пытаться контролировать вещи соответствии со своими идеями затем он привел еще одну цитату из духа пророчества и вот эта конкретная цитата здесь советы по здоровью страница 345 это то что он процитировал на годичном совете в прошлом году на генеральной конференции он сказал цель бога не в том чтобы какой-либо человек подчинял свой разум и волю контролю другого становясь пассивным инструментом его руках никто не должен сливать свою индивидуальность индивидуальностью другого он не должен рассматривать другого человека как источник исцеления его зависимость должна быть от кого от бога в том что в достоинство его богом данной человечности он должен контролироваться самим богом а не каким-либо человеческим интеллектом это цитата из совета по здоровью страница 345 и доктор ганун диаб правильно и справедливо отражал эти очень сильные утверждения из трудов сестры уайт который поддерживает основную истину что мы созданы по образу бога как моральные существа как морально ответственные существа и мы ответственны перед нашим небесным отцом за каждое слово и каждый поступок нашей жизни во-первых это не пункт конституции и устава во вторых это не предмет церковного руководства в третьих это не фундаментальный пункт веры никто в иерархии не высказался публично за свободу совести своих членов никто это был системный права руководства исайя обращаясь к лидерам церкви иерусалиме говорит вы слушаете слово господне вы презренные люди которые управляют этим народом находящимся в иерусалиме так как вы говорили мы заключили союз со смертью и садом мы в согласии когда все побеждающие бедствие будут проходить одно не дойдет на нас почему ибо мы сделали ложь своим убежищем и под ложью прикрыли себя это правда что генеральный континент стало не следовало науке а следовало лжи они не искали истину они искали масштабное федеральное финансирование пандемии они не преклонялись пред убеждениями святого духа и совести члена они преклонились перед хулиганами основных сми они не отставили убеждения наших членов но не демонизировали членов своими официальными сми в интернете и в чате конечным результатом этого стало катастрофическое падение доверия к сообществу общественного здоровья в целом и в частности и к некоторым врачам страх потери работы страх потерять карьеру церковной иерархии я думаю что заставлю многих наших церковных лидеров молчать это простая истина я говорю это не во гневе пожалуйста не услышь не в моем голосе люблю многих из этих церковных лидеров они мои братья и сестры во христе но дело в том что это не хороший знак для окончательного кризиса когда людей покупает и у них есть карьера и должность и часто их покупают и продают за эту карьеру и они могут соглашаться с вами в личной беседе но публично они никогда не будут за вас стоять адвентисты по всему миру увидели что наши церковные лидеры присылают себе право пренебрегать убеждениями святого духа и совестью отдельных членов это папская власть полностью чуждая слову божьему из-за чрезвычайно пагубного воздействия этого утверждения 21 августа множество членов утратили всякое базовое доверие в генеральной конференции имеет законное чувство предательства и заброшенности многим членам сегодня кажется что наша иерархия существует в первую очередь для финансовой выгоды иерархии ее функции функционеров посредством сохранения федеральных потоков доходов для наших учреждений США и заботы и совесть членов больше не волнует наших старших администраторов посмотрите мне привести мое простое исследование случая которое иллюстрирует как это разыгралось на практике это реальная история я видел документ я слежу за этой историей в течение трех лет многие люди писали чтобы продвинуть свои истории но это действительно выделяется у меня есть разрешение от молодого человека его матери рассказать эту историю сегодня вечером то что было безопасно и эффективно официально то что было предписано нашими церковными администраторами с катастрофическими последствиями было затем в одной части запрещено австралийским правительством именно потому что это было небезопасно и неэффективно до сих пор конференция австралийского униона отрицала какую-либо ответственность за свою роль в этом беспорядке структура плывет дальше оставляя после себя сломанные тела разрушенные жизни предательство и доверие и никто этого кажется не волнует но это неправильно это глубоко неправильно это человеческий пример того что происходит когда церковный администратор переходит свои границы и решает члена возможность исследовать указанием совести святого духа а церковь просто иерархия просто плывет дальше как будто ничего не произошло оставляя после себя сломанные тела и разрушенные жизни вот что происходит когда наши администраторы генеральной конференции принимает незаконные решения превышает определенные ими границы делегированных полномочий и присправит себе право попирать свободу совести по сути наши лидеры сейчас прячутся за своих адвокатов никакие обсуждения невозможны но нам нужно начать процесс прощения примирения исцеления это требует мужества со стороны всех сторон иисус благословил миротворцев т.к. обязана признать свою роль в том что произошло и сделать первый шаг примирение членами которые пострадали от их незаконных действий мы стали церковью режима мы пропагандировали официальную ложь мы отменили проповедников истины нашей среде мы демонизировали наших членов которые не были ни лжи и мы гнались за федеральными финансированием для наших учреждений не легко так говорить но это правда и для того чтобы у нас было исцеление в нашей церкви мы должны говорить правду с любовью но мы должны говорить правду мы стали церковью режима реализуя диктат безбожного правительства чьих решениях нет места богу и мы действовали против наших собственных членов чтобы сохранить наши потоки доходов и наши учреждения в этом нет ничего нового во время первой мировой войны церковь адвентистов германии поддерживала режим кайзера вильгельма вопреки библейской истине и заботам своих членов мы призываем нашу молодежь записываться на службу в пользу кайзера и мы призываем наших членов работать на заводах по производству боеприпасов в том числе в субботу в результате этого отжилось движение за реформу асд в ссср церковь асд поддержала требование коммунистов о вступлении молодых адвентистов в красную армию в 1928 году мы изменились 1920 году мы заявили что адвентист является отказниками от военной службы по убеждениям а в 1924 году подавлением режима иосифа сталина также советского конгресса асд мы немного изменили свою позицию мы заявили что теперь это дело совести каждого молодого человека служить ему красной армии или нет 1927 году позиция снова изменилась после дальнейшего давления со стороны совета и всесоюзный конгресс адвентистов проголосовал за поддержку рекомендацию наших молодых людей служить красной армии в результате чего началась подпольная церковь асд и они были названы истинными свободным движением асд они просуществовали почти 70 лет как подпольное движение верное господу пока не распался советский союз во вьетнаме по сей день 2024 гон коммунистическое правительство ожидает что шторники будут посещать школу в субботу утром и сегодня во вьетнаме есть официальная адвентистская церковь которые отправляют своих детей в школу в субботу по утрам есть подпольный адвентистская церковь и много раз больше официальной церкви они отказываются отправлять свои детей в школу по субботам исторически когда эти сталкивался с тоталитарными требованиями мы раскалывались мы сохранили официально эдетическую церковь которая пожила режим Irish господа за это но не всегда уступали небиблейским правилам режима и не жертвовали нашими членами и убеждениями, чтобы спасти наше учреждение. Вот что исторически произошло в адвентизме. Папство поддерживает инициативы, потому что они помогают возвесить о последнем кризисе совести и принудительном поклонении, которое будет предшествовать второму пришествию. Теперь, когда дело доходит до проблем изменения климата, в Генеральной конференции административные комитеты выпустили заявление в декабре 1995 года под названием «Опасности изменения климата». Это официальное заявление, и я хотел бы, чтобы они не делали это официальное заявление, потому что они не очень хорошо разбираются в этом, но за это не проголосовали. Здесь говорится, что Церковь СД официально просит все мировые правительства, цитирую, предпринять необходимые шаги для предотвращения опасности. Что касается нашей Церкви, мы уже подписались под любыми инициативами по изменению климата, которые встретятся на нашем пути. Поэтому неудивительно, когда я смотрю на то, что произошло с последние четыре года, когда я путешествую по миру, я вижу, что мы сталкиваемся с потенциальными расколами по двум линиям нашей Церкви. Что у нас будут группы верных и убежденных адвентистов с одной стороны, и у нас будут институциональные и культурные адвентисты с другой стороны. Много из них являются адвентистами по удобству, а не по убеждению. Адвентисты слева не зависят от федерального финансирования. Адвентисты справа, особенно наши учреждения, полностью зависят от федерального финансирования для того, чтобы учреждения оставались живыми. Адвентисты слева, верные и убежденные адвентисты, они отставят свободу совести. Культурные или институциональные адвентисты чувствуют себя свободными попирать свободу совести, когда это финансово или социально-селесообразно. Адвентисты слева, верные и убежденные адвентисты, однажды, когда будет наложено начертание зверя, зададут подпольную сеть домашних Церквей, возглавляемых простыми членами Церкви. Вот кем мы будем до того, как Иисус придет снова. Адвентисты справа, институциональные адвентисты, останутся в видимой сети церквей, связанных с конференцией и зданием, принадлежащей конференции. Адвентисты слева, верные адвентисты, смогут проповедовать и жить вечным Евангелием и библейской истиной свободно, потому что они не боятся потерять свою церковь, отнятую у них конференцией или правительством. Институциональные адвентисты, они все больше сосредотачиваются на проповеди библейских истин, если им случается обличать культурный марксизм. Мы видим это в Канаде сегодня, где пасторы сосредотачиваются на себе в области человеческой сексуальности и брака. Пасторы не осмеливаются проповедовать библейскую истину в Канаде сегодня, даже многие пасторы-адвентисты, потому что если они это сделают, церковь столкнется с множеством враждебных нападок со стороны канадского федерального правительства. И так мне кажется, что в Канаде мы уже должны ходить в подпольную церковь, чтобы жить и проповедовать истину Евангелия свободно и открыто. Слева у нас есть верные и убежденные адвентисты, которые отвергают принятие идеологии LGBTQ и нормализацию этого образа жизни в нашей церкви, перепечатку, которую хотят некоторые конференции. А справа у нас есть институциональные адвентисты, которые все больше принимают идеологию LGBTQ и нормализацию этого образа жизни. Можно сказать, что они не адвентисты седьмого дня, а не адвентисты-садомисты. Слева у вас есть верные адвентисты, они сосредоточены на том, чтобы нанести вечные Евангелия до каждой нации, племени, языка и народа. Справа у вас есть наши институциональные адвентисты, которые сосредоточены на сохранении наших учреждений, наших пенсионных фондов, видимо, иерархии и административных доходов. Слева у нас есть верные адвентисты, они ищут вечной духовной выгоды для отдельных членов и нечленов, независимо от цены. Справа институциональные адвентисты, они стремятся к временному, то есть земному финансовому выживанию нашей иерархии и наших учреждений, невзирая на стоимость. Теперь вы можете сказать, что это уже нехорошо, это очень жесткое разделение, но это то, что я вижу, происходит вокруг нас. Может быть, непопулярно так говорить, но это то, что происходит. Теперь, учитывая то, что мы теперь знаем в официальной версии, что это почти все было сплошной ложью, и те, кто ее распространял, знали, что это сплошная ложь. Может быть, это призыв к смирению с каждым из нас и признание того, что Бог поможет нам в следующий раз, когда подобная чушь повторится, и что мы все в этом месте, как братья и сестры. Так что же нам делать, как адвентистам? Этот слайд здесь, это слайд, который, вероятно, принесет мне больше неприятностей, но я поместил его сюда. И первое, что я бы сказала, это один из вариантов, который у вас есть, это ничего не делать и признать, что в следующий раз, когда появятся эти мандаты, вы, вероятно, снова будете брошены под автобус, и ваши средства к существованию, ваша карьера, ваша работа, ваша апотека, ваш дом, ваш бизнес, ваш брак, ваши битвы за опеку будут принесены в жертву нашими лидерами, чтобы сохранить доход и статус своего учреждения. Адвентистская церковь не может быть пророческим голосом, который ее воздвиг Бог, пока она финансово зависит от второго зверя из Откровения 13 глава. Поэтому, если бы хотел стать пророческим голосом в конце времени, я бы обратился к медитрации Уилсона с просьбой добавить в повестку дня 25-й сессии вопрос о лишении всех учреждений, которые получают федеральное финансирование от церкви АСД рано или поздно. Как мы услышали сегодня в ходе сессии вопросов и ответов, рано или поздно нам придется сойти с этого федерального поезда. Рано или поздно. Если мы не сойдем с этого федерального поезда, то финансовые связи, которые влечет за собой федеральный поезд, приведут к тому, что наши институты будут преследовать наших членов, когда будет навязано начертание зверя. Пандемия является отличным катализатором для постановки этого вопроса. Рано или поздно нам придется сойти с этого федерального поезда, или мы будем выполнять федеральные распоряжения вплоть до начертания зверя. Самый большой недостаток в современном мире – это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать, людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость даже если небеса падут. С тех пор служение «Раскрытые тайны», возглавляемое пастором Стивеном Бором, отказало Конраду Вайну в выступлении на своем мероприятии, которое было запланировано почти на год. Это событие спровоцировало резонанс в адвентистских кругах. Многие неравнодушные члены церкви и пастора начали задавать вопросы руководству адвентистской деноминации, что происходит и почему так поступили с известным адвентистским проповедником. На что, виновные в этом несправедливом поступке, включая и проповедника Стивена Бора, начали оправдываться, используя искаженные факты. Одними из таких неравнодушных членов церкви является семья профессора медицины в университете Лома Линда, Колберна Кита, который со своей супругой Джаниной написали письмо обращения к президенту и руководителям Мичиганской конференции церкви адвентистов седьмого дня. Уважаемый старейшина Мичев и руководители Мичиганской конференции, мы являемся членами университетской церкви Лома Линда, а мой муж, Кит, почетный профессор медицины в университете Лома Линда. Он также является бывшим вице-президентом Американской Федерации Медицинских Исследований. «Мы оба являемся многолетними, исправно отчисляющими десятину, членами церкви адвентистов седьмого дня и считаем себя сторонниками более консервативных взглядов. Мы были шокированы официальными действиями генеральной конференции во время ковид, а мой муж, который является клиническим ревматологом-иммунологом и ученым-исследователем, понял, что в «экспертном» научном сообществе многое не так в отношении вакзапретов. Осознав это, мы были потрясены попытками, в основном успешными, заставить замолчать несогласные голоса столь же авторитетных врачей и ученых даже внутри нашей собственной религиозной организации. Доктор Конрад Вайн выделялся в нашей церкви как почти единственный голос, выступающий против этих закрытий, особенно церквей, и против жестких правительственных мандатов на введение уколов. Мы не можем передать словами, как утешило и ободрило нас то, что хотя бы один человек в нашей церкви имел смелость выступить против этого и осудить генеральную конференцию за ее поддержку этой почти немыслимой потери свободы. И тогда, как и сейчас, призвать ее к публичной ответственности. Доктор Вайн не разделяет церковь. Если большинство администраторов не заметили, церковь уже разделилась, причем на протяжении последнего времени. Он просто вскрыл очень большой нарыв. Как известно всем хорошим врачам, фурункулы не заживают, пока их не вскроют. Но, выражаясь метафорически, это просто выстрел в посланника. Кстати, мы не слышали, чтобы доктор Вайн говорил, что нужно уводить десятину из церкви. И он не говорит, что в данный момент нужно делать что-то по-другому в отношении десятины или посещаемости. Он просто предложил один из возможных путей в будущем, при котором не нужно отворачиваться от церкви, а нужно выразить свое решительное несогласие и необходимость стоять верным и преданным перед лицом недопустимых ошибок или отступничества, если и когда это произойдет, возможно, в очередной раз. То, что вы теперь отменяете доктора Вайна, кажется многим из нас сговором с теми силами в обществе, которые стремятся отменить наши религиозные свободы и свободу слова и позволить высказываться только тем, кто согласен с помазанниками. Ирония заключается в том, что это происходит в церкви адвентистов седьмого дня, которая традиционно больше всего заботилась о свободе и особенно о религиозной свободе. Насколько мы понимаем, что уикенд религиозной свободы в сельской церкви был организован именно доктором Вайном, которого вы затем заставили замолчать. Это почти больше, чем могут вынести эти два преданных адвентиста седьмого дня. Мы просто не можем понять отсутствие смирения и рассудительности, которая проявляется в действиях и заявлениях вашей конференции. Помимо того, такой поспешный шаг в отношении человека, который, по всем свидетельствам, является глубоким христианином и глубоко преданным служителем Бога, адвентистом седьмого дня, выглядит не только как попытки наброситься на соломенного человека, но и кажется нам нарушением простейших заповедей христианского милосердия, если не мудрого руководства. Мы молимся, чтобы вы пересмотрели этот шаг. Спасибо за внимание. Вместе в служении ему, Кит и Джанин Колберн Субтитры создавал DimaTorzok